Марафон Победы. В этом году уже ставшим традиционным велопробеги, посвященном Великому Празднику, приняли участие около сотни выборщцев. Проехать по улицам города изъявили желания именитые спортсмены, ветераны спорта, воспитанники детской велошколы, просто любители. Наконец, председатель областной федерации велоспорта, главный инициатор марафона Алексей Редаков дает старт. Всего две дистанции, 5 километров для начинающих и 10 для тех, кто давно и уверенно держится в седле. Встроенные колонны проезжают по улочкам Выборга. В составе участников старейший выборгский велосипедист Изяслав Лорман на подаренном ему на прошлом велопробеге новеньком итальянце. Чемпионы СССР и мира. Второй год подряд выходит на дистанцию Ирина Шерстнева, начальник районного отдела спорта. Выборг вообще европейский город и здесь очень много катается на велосипедах от мала до велика. Поэтому людей, которые хотят проехать по улицам города, тогда, когда полиция едет впереди, скорая помощь позади, очень много. Я надеюсь, что в будущем в Выборге все-таки появятся велодорожки и мы своих детей сможем отпускаться без опаски, ездить по городу. Да и сами будем добираться на работу на велосипеде. Ключевая церемония, ради чего и ехали через весь город, возложение цветов к монументу «Танк» в память обо всех безвременно ушедших в годы войны героях. Красные гвоздики к памятнику возложили мастера спорта, в прошлом чемпионы Советского Союза и чемпионы мира Сергей Хмеленин, Леонид Архипов и Дмитрий Романенко. Еще одна задача организаторов – объединить в Выборге всех любителей велосипедного спорта в планах увеличение числа дистанции и количества участников. Например, в Хельсинки, известный тур Хельсинки проходит, в прошлом году там участвовало опять Боржан. Общее число участников – 2500 человек. Да, есть куда стремиться. Вообще велосипедные традиции в Выборге, они очень сильны, очень. И нельзя давать им угаснуть, их нужно обязательно развивать дальше. На церемонии награждения самые удачливые получили ценные призы от Федерации велоспорта – термокуртки и различное оборудование. В их числе и Евгения. Семья Мандрештам принимала участие в велопробеге полным составом, не побоявшись взять и маленькую дочку. Мы ее берем в спортзал, на труслеты, с трех месяцев она ездит с нами на труслеты, с ночевкой, в палатке, все, ездит с нами за границей, на самолетах, на поездах, везде. Поэтому мы ничего не боимся. Награды получили юные велогонщики, завершившие первый год обучения в секции. Каждый участник велопробега стал обладателем памятного вымпела и сувенира. Все без исключения изъявили желание и в следующем году присоединиться к массовому заезду. Вероника Когут, Иван Лопатко, Медиагруппа «Наш город».